И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и сегодня мы посмотрим игрушку... Как же называется-то? А, Хроники Последних Дней, или по-английски, называется она Everybody's Gone to the Rapture. Это эксклюзив для PlayStation 4. Игрушка создавалась теми же людьми, которые делали Der Ester или Amnesia Machine for Pigs. То есть игрушка будет такая размеренная, спокойная, с отличной атмосферой. И интересным сюжетом. Так, я тут немножко начинал, но мы там проблемы с записью были. Давайте начнем по новой. Да. То есть если вы ждете какого-то экшена, или какие-то, не знаю, хоррором это не назовешь, что-то. В общем, действия какого-то быстропротекающего, то сразу уходите, это не для вас. Так, долгая загрузка. Да, игрушка стала доступна буквально вот вчера, 11 августа. Стоит она, по-моему, что ли, 1200 рублей. Для подписчиков PlayStation Plus есть скидка. Ну, игрушка будет замечательная просто, я уверен. Ну, ну. Говорит доктор Кэтрин Коллинз. Не знаю, услышит ли это кто-нибудь. Все кончено. Я осталась одна. Стоит она, по-моему, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оставила следы Мы их пока не понимаем Но нужно продолжать работу Пытаться разобраться С их помощью можно найти то, что вы ищете Все ответы здесь Свет содержит ответы Свет содержит ответы Ладно Что у нас тут? Один Шесть Один Четыре Один Пять Один Семь Два Пять Один Один Шесть Один Четыре Один 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 А вот он, рация какая-то. Избегайте контактов с людьми. Не пытайтесь совершить звонок за пределы региона. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте новостей на этой частоте. Так, понятно. Значит, какая-то чрезвычайная ситуация произошла. Так, но где все люди? Машина брошена. Ставили заграждение. Никого. Так, здесь мы видим. Ух, там что-то блестит. Пойдемте посмотрим. Че-то не работает. Ну-ка. Да, надо гироскопом вертеть. У меня есть работа, я пытаюсь ее делать. Внутри будете только вы вдвоем. И если питание на главных воротах отключится, из обсерватории будет не выйти, да и не войти. Для того там стоят резервные генераторы. Господи, да зачем мы вообще это обсуждаем? Не приходите ко мне жаловаться, если застрянете. Если застрянем, то как мы сможем к тебе прийти? Давай мы будем думать о всяких умных штуках, а ты будешь листья подметать и менять лампочки. Договорились? Теперь вали. Эй, то было грубо. Это было лишнее. Не надо срываться на других из-за того, что ты злишься на меня. Кейт, давай это обсудим. Нет, Стивен, с меня хватит. Я хочу отсюда выбраться, и сегодня отличный шанс это сделать. Ты готовь оптику, а я пошла в шестую башню. Кейт. Я люблю тебя. Ты ведь это помнишь? Да, я помню. Давай, пора начинать. Оп, и опять день. Так, ладно. А ты че? О, пропала. Ладно, пойдемте дальше. Пока ничего не понятно вообще. Все очень красиво и интересно, но непонятно. Так, сохранение. Че-то такое? Джереми. То есть, это человек? Ладно, пойдемте за Джереми. Ну, насколько я могу судить, к карантину они относятся серьезно. Так что, если миссис Боттен ушла в ту сторону до того, как дорогу перекрыли, то мы ее не найдем, пока все это не закончится. Вообще, это весьма странно. Это же я там. Зачем так грубо себя вести? Я не понимаю. Раз они так озабочены, что дороги перекрыли, то аргументов у них найдется немало. Ясно одно, пока никто из нас никуда не уедет. У него ружье было. Солдат с ружьем. В Шропшире. Весь мир с ума сошел. Я, наверное, в парламент про это напишу. Я это письмо лично доставлю, как только оцепление снимут. Пойдем, Барбара. Нельзя же весь день за пенсионерами по долине бегать. Кто вместо нас больных будет принимать? Да и мне надо выпить парацетамол. Треклятая мигрень. Так, значит, что-то произошло, и город оцепили. Хавертон-Роуд. Ладно, пойдемте дальше. Может, станет яснее немножко. Ух ты. Красиво. Так, опять телефон. В будке, наверное. Ну, в принципе, больше нет, значит, в будке. Кто говорит? Алло. Кейт, если ты это слышишь, нужно отключить оптический массив. Оно использует обсерваторию как проводник, чтобы добраться до нас. Оно распространяется за пределы долины. Кейт, нельзя этого допустить. Оно набирает силу. Я перезвоню к Маеву и заставлю его отдать приказ о бомбардировке. Не думаю, что у нас есть другой выбор. Надеюсь, это поможет. А вы слышите, нам нужна помощь. Господи, кто это? Подожите толпу. Не пользуется телефон. Оно в телефоне. Оно в телефоне. Какого хрена? Вещи поворосы. Велосипед. Добро пожаловать в Ильято. Пожалуйста, ведите аккуратно. Округ Хавертон. Что же тебе нужно, Джереми? Добро пожаловать в Ильято. Не будь к себе так строг. У всех нас были неудачи. У тебя не было. Ой, брось. Проверим наблюдение. Уточним данные. Подадим заново. Главная идея – это здравая. Только пара ошибок в вычислениях. Не заступайся за меня. Я не заступаюсь. Я думаю, что вы блистательный ученый, доктор Эпплтон. Слушай. Ух ты. Парад планет будет завтра, так? Ты увидел свой шанс. Провел расчеты. Даже если они ничего не поняли. Я тобой горжусь. И это должно меня утешить? Стивен. Постарайся увидеть и светлую сторону. Ты же здесь герой. Вернувшийся блудный сын. Удивительно, что тебе еще памятник не поставили. Ты смеешься? А я готов поспорить, что Приходской Совет сейчас над этим думает. Добро пожаловать домой, доктор Эпплтон. Душа. Так, ну, пока яснее не стало. Так, пустыня у нас. Так. Типа, не покидать. Карантин, не покидать будете схвачены. Не пытаться связаться по телефону с другими районами. Пожалуйста, оставляйте радио все время включенным для получения дальнейших указаний. Так. Закрыто до получения дальнейших указаний. Непонятно, что-то. А, что-то у нас. Гриб. Пожалуйста, попробуйте, ну, типа попасть в седьмой свисту. Видимо, название заведения. Мы вернемся к бизнесу так скоро, как только у нас получится. Джордж и Хелен Гэбл. Сигареты дымятся. Открыто. О, сигареты дымятся. То есть кто-то здесь был? Викторина в пабе. Среда, 8 вечера. Все там закуска плюс пинта за 2 фунта, что ли. Как-то так. Сегодняшнее специальное блюдо, местное, рыба и чипсы. Британия. Только там могут быть рыбы и чипсы. Дартс. Да, если вы слышите странные звуки, это кошка беснуется. Так. Чё? Плеер? О, приемничек. Продолжаю наблюдать, но ничего не понимаю. Область, где мы заметили структуру, больше найти не удается. Что-то странное. В этой части небосклона что-то с уровнем освещенности. Она кажется засвеченной, как полароидный снимок, оставленный на солнце. Так. Но она ничего не понимает, и я ничего не понимаю. Пока. 1-1. Звезды в ночи. Или звезды ночи. Ну, как-то так. Так, ладно, пойдемте на другую сторону улицы сходим. И застрял. Бухлишка стоит. Чё там? Эль, дня, за 50 пене. Или там чё-то летает. Ладно, сейчас дойдем. Ещё один приемник. Потрясающе! Как в школе. Когда я впервые увидела Марс. Так же волнительно. У меня даже руки дрожат. Ну, я рад за тебя. Но опять же ты ничего не проясняешь. Ну, пойдемте в следующий дом. Эй. Есть кто? О, Аманда. Я думал, ты уехала. Мы пытались. Но все дороги закрыты. Выехать нельзя. А потом у Джорджа и Бена разболелись головы. Пошла кровь. Так испугались. Нила развернула машину. Потом мы увидели незапертый дом. Знаю, нехорошо, но надо было умыть детей. А потом и у него кровь пошла. И у меня. Я запачкала блудку и все так устали. Все хорошо, Аманда. Все будет хорошо. Успокойся и расскажи мне, где Нил и дети? Они на втором этаже. Они так устали. Нил сказал, им надо поспать нормально. Мы подумали, что Барбара не станет возражать. Они же просто дети. Я была совсем бессил. Нила уложила их наверху. И? Уже шесть часов прошло. Он так и не спустился. Мне слишком страшно, чтобы идти наверх. Может быть, мы сходим вместе. И я подержу тебя за рукой, если хочешь. Да. Наверное, тогда я смогу. Ты мне поможешь? Конечно, я помогу. Нил? Нил, ты слышишь? Охереть. То есть они умерли, что ли? Что-то везде эти салфетки с кровью. Ну, пойдемте наверх, сразу сходим. Смотрите, у тебя вот то ли это пыль, то ли это какие-то частички света, что ли. Сумки. Опять салфетки с кровью. Здесь дети были. А куда же они делись? Тут, по идее, закрыто все, да? Да, закрыто. Так, ну пойдемте на задний двор, сходим. Ну, здесь что-то. Ничего нету. Так, здесь можно открыть. Закрыто. Ладно, пойдемте дальше. Вот этот джереми летает. Ну, какие-то сгустки. Ну-ка. Нет? О. Че-то горит. Ты что делаешь? Я видел, я все видел. Не подходи, не подходи ко мне. Это частная собственность, ты людей пугаешь. Это по всей деревне, повсюду пролезло, так быстро. О чем ты вообще? Оно идет по проводам. Господи боже, ты выжил из ума. Где Кейт? Что ты с ней сделал? Что, тебе непонятно? Оно прорвало карантин. Оно адаптируется. Отдай мне краску, отдай Апплтон. Нет, отвали. Сэм, хватит. Отдай краску, придурок. Отдай сейчас, мне нужно. Остановите соба, как дети прямо. О, Господи. Везде уже начинается. Стивен, вернись. О, черт. Зачем он нарисовал? Магазин закрыт. Простите, Дэйв. Срочное собрание. Срочное собрание. Каждого ждут в холле. В общем, в главном холле завтра ночью. Всем вечера. Гриф, карантин и то, что они не рассказывают нам. Звоните Мэг или Барб, если у вас есть вопросы. То есть, эта краска вылезла, сама так нарисовалась. Ну и что здесь происходит? Давайте вот сюда сходим. На площадку. А потом в холл пойдем туда вот. Что случилось? С дороги. Где Кейт? А ты как думаешь, где она? Что происходит? К черту, Кейт. Это все она виновата. Что у тебя с лицом? Стивен? Стивен! И в чем же Кейт виновата? Так пустынно. Бенджамин, Джорджи, не трогайте, вдруг у нее блохи. А что они делают, Аманда? Нашли еще одну мертвую птицу. Жаль, что никто их не убирает. Говорят, эпидемия гриппа. Наверняка перекроют дороги и станцию нашу остановят так, что меры уже принимаются. Господи, боже. Наверное, с гриппом шутки плохи. Никто не хочет рисковать. Но если подумать, вдруг ты хочешь отвезти детей в Уэльс? Сейчас еще не поздно. Спасибо, Барбара. Поговорю с Нилом. Посмотрим, что он скажет. Джорджи, Бенджамин, прошу же! Бенджамин, прошу же! Здесь поднимемся. Да, пока ничего не понятно. Понятно, что получит. Потемнело так. Ну, типа, солнце заблокало, что. Прикольно. В общем, понятно, что что-то случилось. Какое-то событие. Здесь объявили карантин. Перекрыли все въезды и выезды из города. И у них начались у людей, у всех, симптомы. То есть кровь из носа и головная боль. Они думали, что это гриб. Какая-то разновидность гриба. Но, мне кажется, это совсем не гриба. Что-то какой-то свет летающий. А что со станцией? Тоже закрыли. Теперь из долины никак не выбраться. Видать, здорово бояться гриба. Фил думает, что это вовсе не гриб. Говорит, он 30 лет врачом работал и всякое повидал. Так вот, это на гриб ничуть не похоже. По радио ничего толкового не говорят. Прошу прощения за опоздание. Вы уже начали? Да, если честно, то обсуждать-то нечего. Объявлен карантин, дороги перекрыты, все дела. Никто ничего не знает, люди пропадают. Не только пара каких-то трусишек, а гораздо больше. Никто со вчерашнего дня не видел Салливанов. Дом не запертым стоит. Я только с фермы. Ночью у Фрэнка все коровы пали. Он раздавлен. Бедняга. Мало у него было бед в этом году. Сначала Мэри, теперь Эд. Ну, если никто нас спасать не собирается, придется спасаться самим. Барбара, вместе с Филиппом пересчитай, что у нас есть из лекарств. Джереми, скажи всем собраться у клуба. Лучше, если мы пока будем держаться вместе. Я посмотрю, что у нас с продуктами. Кормить-то многих надо. На складе много чего, но... Начнем с деревенских запасов. Надо еще составить расписание дежурств. Чарли, поможешь мне? Конечно, Мэк. Я схожу в долину и поговорю с теми, кто живет на Ачибе. Навещу Лиззи Грейвс в лагере. Кто-нибудь видел Стивена Эпплтона с женой? Что у них там? Видимо, не видели. Что они планировали, чем они будут делать? Ну, что при карантине. То есть... Тут что-то... Распределение обязанностей. То, что делает. То, что... Кто-то, за чем следит. Чай. Кофе. Точно, англичане. Никуда без чая. Ну, я так полагаю, двери, которые открываются, они чуть приоткрыты. Поэтому остальные даже можно не пытаться. И куда ты полетел? Ну, ладно, Джереми. Так, ну туда мы не пойдем, мы пойдем. Вот в те дома, наверное. И дальше по кругу. Но это давайте уже в следующей серии. В общем, чуть-чуть пока потихоньку разбираемся в ситуации. Вообще, что у нас есть? Карантин. Что-то произошло. Пока не понятно, что. Все думают, что это гриб. Но очевидно, что это совсем не гриб был. У всех носом идет кровь. И люди начинают пропадать. Хрен его знает, что происходит. Ну, а, думаю, дальше будет яснее. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Высказывайте мнение о своей игре. Будет очень интересно. Делитесь видео в социальных сетях. Это очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на группу в ВК. И на Twitter. Ссылки будут в описании видео. Ну и все. Всего хорошего. И всем пока.